Нам нужен минус И тогда ты будешь источником для многих людей Бог любит всех людей Вне зависимости от нации, от состояния, от количества денег От количества волос на голове или силы в мышцах Бог любит каждого человека Его любовь безусловная Его любовь без ограничений Она как дождь идет на всех На богатых и на бедных На глупых и остальных Дождь идет на всех, так и любовь Божья Она изливается, она односторонняя Бог не против человека Бог за человеком И вы знаете, в ответ Богу мы можем сказать Господь, я люблю тебя Я люблю тебя всем сердцем Я люблю всех людей И две заповеди Знаете, когда меня вызвали в Астану Я приезжал в Астану И там был большой съезд Какие-то все религиозные лидеры Казахстана И, кстати, вот я вспомнил Меня признали одним из религиозных лидеров Казахстана Там был и главный муфти И батюшка там И все там вот эти сидели И раввин И меня посадили там Я рассел И знаете, так классно Я вообще не в восторге От того, что меня религиозником теперь считают Но с другой стороны Слава богу, что приходит признание И они говорят Да, это действительно так Вы существуете Вас много Я посмотрел Оказывается Протестантских общин Больше, чем всех остальных общин в Казахстане Если всех суммировать И мы благословляем правительство И мы благословляем власти Мы ходим перед Богом И Бог благословляет нас Мы просто открыты Бог используй в нашей жизни Сделай что-нибудь И на этом собрании Один из религиозных лидеров Он по идее должен знать Библию И он говорит Первая заповедь Самая важная И я думаю О, молодец Первая заповедь Он говорит Возлюби ближнего своего Я чуть ли не закричал Ой, ошибся А он говорит Возлюби ближнего своего Я говорю Это вторая важная заповедь Это вторая Первая заповедь Возлюби Господа Бога Твоего Всем сердцем Всем разумением Всем силой Всеми деньгами Бабками Чем угодно Возлюби его Временем Отношением Возлюби его Ну просто Люблю Бога и все Без каких-то условий А вторая заповедь Она вытекает Из первой Возлюби Ближнего своего Вот на этих двух заповедях Основывается все Кто-то говорит Вот я в церковь хожу Все нормально Зачем мне Богу служить В смысле служить в церкви Я с Богом буду общаться И говорит Я буду Богу служить И он стоит Аллилуйя Господь Я служу тебе Служу Аллилуйя Аллилуйя И Бог говорит Эй посмотри Вон там Там человек нуждается В твоей молитве Да пусть валит отсюда Господь Я с тобой буду Мне не очень интересно Но он мне мешает Я с тобой Ты мой Господь Аллилуйя И Бог говорит Посмотри Там человек нуждается В слове Этот человек нуждается В еде Этот человек нуждается В заботе Да посмотри Вокруг тебя люди есть Да Господь, я служитель Твой, пусть они лежат там вдоль обочины. Вот они будут служить, Господь, тогда мы вместе встанем и вот так будем делать Аллилуйя. Вы помните историю, которую Иисус рассказал про одного человека, которого бандиты поймали, настучали на башку и там забрали все вещи. Он у нас избит и измучен и лежит. И рядом проходит служитель, священник. Священник, он служитель Божий, служитель. Он должен что делать? Он проходит мимо, посмотрел и сказал, ой-ой-ой-ой, извини, у меня осталось совсем немного времени, мне нужно в храм бежать, шалом, все, будь благословен. Аминь, ушел. Приходит левит, левит, ну прославитель Божий, который Господа славит, псалмопевец. И он подходит, говорит, ой, у меня спевка, извини, братан, ты, Аллилуйя. И проходит человек, который ни проповедник, ни евангелист, ни миссионер, ни пастор, никто. Просто приходит, прихожанин какой-то, смотрит, лежит и говорит, ну что, братан, попался ты? И он говорит, попался, влетел. Посадил его на осла, довез, вымыл. Он сделал множество благословений. Он просто излил благодать на него, заплатил за его гостиницу. Все сделал. И потом, оказывается, что он больше служитель, чем все остальные. Иногда для нас, я буду Богу служить. Бог измеряет служение Богу, знаете что? Через свое служение людям. Как служить Богу? В смысле, что делать служить Богу? Ну я просто глаза закрою, чтобы никого не видеть. Халлелуйя. Да нет, открой глаза. Знаете, служить настолько важно. Мы должны служить Господу. И, конечно же, Бог ожидает, что мы придем и будем служить Ему. Будем стоять перед Ним. Будем искать Его лица. Будем что-то делать. Но на самом деле, большее служение для нас, для Господа, это когда мы служим окружающим нас людям. Когда мы приходим к тем, с которыми неинтересно, возможно. У которых масса проблем. Так Бог проявляет себя. Бог и хочет служить через нас. Бог хочет проявиться. Господь, я хочу быть инструментом. Но как Бог будет использовать тебя, как инструмент? Очень просто. Его дух в тебе. И Он ведет тебя к людям, которые, может быть, недостойны внимания. Недостойны ничего. И толку от них не будет тебе. И результатов не будет. И прибыли ты не получишь. Но Бог использует тебя. И через них приходит в их жизнь благословение. Через тебя приходит в их жизнь благословение. Ты каналом являешься, источником. Ты соединяешь. Ты знаешь, как в электричестве. Ты берешь один и соединяешь с другим. Ты как проводник Божьих благословений. Если цепь разорвана, то ничего не произойдет. Что бы ты ни старался сделать. Но стоит цепь замкнуть. Вы знаете, у электричества есть плюс и минус. Вы знаете, чтобы лампочка загорелась, нужно с двух сторон. С одной стороны подсоединить плюс, с другой стороны минус подсоединить. Майк хорошо разбирается в электричестве. Он вам объяснит, почему. Я до сих пор понять не могу. Но нужно, чтобы соединился и плюс, и минус. Иногда нам кажется, я пришел к Богу. Я хочу чисто плюс. Господь, ты плюс. Ты на кресте умер. Это плюс. Аллилуйя. Я хочу быть всегда рядом с собой. А эти ходят, тут рожи выстрелят. Ну что я смотрю? Что? Это сплошной минус, Господи. Что мне с этим минусом возиться? Я вот с тобой буду в духе. Закроюсь в комнате, чтобы никого не видеть, никого не слышать. И буду в монастыре своем тебя славить. Аллилуйя. Но такого не бывает, чтобы один плюс, и чтобы у тебя жизнь засветилась светом. Невозможно, чтобы с одним плюсом, нужно, чтобы что-то было другое. Ты берешь от плюса и идешь к минусу. Говоришь, ну давай, я помогу тебе. И через себя проходит слава Божия. Проходит сила, энергия. И когда энергия проходит через себя, это бимс, ты светиться начинаешь. И тогда он говорит, ты свет миру. Аллилуйя. И как только ты отключаешься от минуса, бимс, выключился. Нам нужен минус. Нам нужны проблемы, чтобы нам светиться. Кто-нибудь аминь скажет или нет? Нам нужны проблемы, чтобы светиться. Чтобы быть светом миру. Нужны трудности. Как быть победителем, если не будет соревнований или не будет проблемы? Как побеждать, если не с чем бороться? Ты не можешь быть героем, если ты не встретил сопротивления. Если не встретил трудности. Пришла трудность, значит возможность есть стать победителем. Нет сопротивления, а что значит победитель? Такой ты победитель. Ты не победитель, ты просто ходишь, ты просто... Ну, знаете, когда в стране появляется много героев, когда в стране есть борьба, герои, война, сопротивление, они становятся кто-то героями. Но тогда нет ничего, ты просто служивый, просто солдат. Героями становятся, когда приходят трудности, когда нужно проявить что-то особенное. Всегда нужно соединять плюс и минус. Всегда придешь плюс и минус, всегда идет это движение, этот поток. И этот поток приносит тебе силу, тебе приносит тепло, тебе приносит радость, тебе приносит жизнь. Удовлетворение, благословение приносит все. Меня спрашивают, почему Бог так благословляет тебя, так благословляет церковь? Я говорю только по одной причине, что у нас есть сильный плюс и мы соединены со сильным минусом. Многие говорят против нас много вещей, но у нас есть сильный плюс, потому что мы соединены с минусом. Нам нужны все. Но нам нужны все, нам нужны все, даже те, которые никому не нужны, они нам нужны. Богу нужны все люди, потому что Бог не говорит, так, вот этого не надо, вот этого надо, вот этого, вот этого, оттолкни, оттолкни, пошел вон, пошел вон, не заходи. А вот этот, молодец, при деньгах, заходите, добро пожаловать, здравствуйте. Бог не отсортировает, Богу нужны все. Служение. Служение важно. Я считаю, что каждый человек в церкви, в теле Христовом является служителем. Конечно, мы говорим, служители Божии, они вот здесь на сцене поют, пляшут, галстуки одевают, красиво одеваются, что-то рассказывают красивое, интересуются. Но служитель это не просто позиция, служитель это не просто должность в трудовой книжке, служитель это состояние отношений с Богом. Если ты общаешься с Богом, ты не можешь не быть служителем. Другими словами, если у тебя есть Бог, Он спас тебя, ты автоматически становишься служителем. Служить от слова слуга, служащий. Когда ты пришел к Господу, Он умер с тебя, ты принял спасение, вечную жизнь, ты принял благодать. И в этот момент, и автоматически, Он на тебя начинает воспринимать как служителя. Теперь распространяй то, что ты получил. Ты получил семя вечной жизни, свое сердце, в свой разум. Ты получил Слово Божье, теперь бери его, и теперь задача распространяй. Будь каналом распространения, будь источником, через который течет. И когда Слово придет, Иисус говорит, Мое Слово это источник воды, который потом станет внутри тебя источником воды живой. И из чрева твоего, помните, он в Самарянке говорит, потекут реки воды живой, потекут из тебя. Для кого? Иди к кому не дам, сам все выпью. Из тебя потекут реки воды живой, благословений для людей. Ты станешь источником, станешь сосудом для многих людей, если ты присоединен к неограниченной силе. Давайте скажем, неограниченная сила. У Бога неограниченная сила. Если ты запитан к неограниченной силе, тогда ты можешь распространять невероятное благословение. Почему через одного человека идет множество благословений, а через другого так знаешь что? Куп, куп, куп. И у него лампочка так вспыхивает. Чик, чик. Знаете, как электричество такое, которое ты включаешь, выключаешь. Чик, 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 чик. А в воскресенье пришел, уродик. Собрание закончилось. Чик, 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 чик. 52 раза в году. И во время бизнес-конференции еще три раза. Быть хорошим каналом, нужно сразу же проверять, где проблема. Где проблема. Мы приходим к Богу, чтобы что-то взять. Для чего мы берем, чтобы это взять? Я хочу наполниться от Господа. Замечательно, наполниться. Дальше, как бы странно это ни звучало, ты должен опустошиться для Господа. Для чего опустошиться? Чтобы, словом, его наполниться. Я наполняю свою жизнь, чтобы опустошаться. Опустошаться ради других. Раздавать, сеять, отдавать жизнь. Для чего? Для того, чтобы снова взять. У него неограниченный источник силы. Не богатей в себя. Это проклятие, богатеть самого себя. Я не говорю о финансах, я говорю вообще о духовном состоянии. Богатеть самого себя. Не бери славу себе. Не бери похвалу себе. Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Что смирение? Брать и отдавать. Брать и отдавать. Конечно, возможно, наши друзья, которые приехали на бизнес-семинар учить. Вы знаете, мы ничего за них не оплачиваем. Кроме еды, ничего. Все. Ничего. Они за все оплачивают сами. И как это? Зачем мы там ехать в Казахстан? Какой интерес вообще? Вот вы должны понимать, что это служители Божьи. Они не проповедники в церкви своей. Вы-то почувствовали сегодня, они не проповедники. Они просто хорошие люди. Но они пришли оттуда, потому что Бог благословил их. Бог благословил их дела. И они наполнились. Они говорят, хотим опустошиться, куда-нибудь отдать. И каждый день много уроков они отдавали. Отдавали все, что знали. Отдавали. И теперь они опустошились. Если вы посмотрите, они такие ходят. Теперь они пришли, приедут, поедут снова наполняться. Наполниться. И они говорят, халлюя. Мы ждем уже следующего семинара, чтобы снова отдать. Снова благословить. Снова молиться за людей. Вы знаете, настолько это сильно чувствуется. Вот эта передача. Мы принимаем, чтобы отдать. Я взял, чтобы отдать. Я взял, чтобы передать. Я источник. Откуда мы? У меня нету силы у человека. Я беру, присоединяюсь к Богу. Ну не знаю, я же свой, я не знаю, клемму накинул туда одну. А вторую мне нужно куда-нибудь. Я говорю, давай сюда. Передача. Ты можешь быть источником силы. Да, Господь источник силы. Но ты канал, по которому проходит источник силы. Многие мечтают о том, чтобы быть использованным Богом. Секрет знаете в чем? Предоставляй себя Богу для использования. И тогда ты будешь источником для многих людей. Проблема в том, что мы не пробиваем этот канал, не прочищаем его. Не запускаем. Принимай от Бога, чтобы отдать людям. Мы живем для людей. Первая заповедь. Возлюби. Это значит, переводя на современный автомобильный язык, кинь хлебу на плюс. Вторая заповедь. Возлюби. Громче кого? Минус. Это заповедь номер два. Кинь на минус клему. И тогда у тебя все получится. Соедини. Соедини плюс и минус, чтобы потекло движение. Во имя Иисуса Христа. Скажем мы на это аминь. Давайте откроем деяние апостолов в 20 главу. Деяние 20 глава. Павел перед тем, как пойти в Иерусалим, где его арестуют и где он будет иметь проблемы, он говорит такие слова. 24 стих. Но я, вы открыли вместе со мной, деяние 20 и 24 стих читаю. Смотрите внимательно, что написано. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы совершить поприще мое и служение. Так там написано? А, пропустила я кое-что, да? Только бы совершить или только бы с радостью? Вы чувствуете разницу, да? Я готов умереть, я не дорожу жизнью, только бы совершить служение. Нет, только бы с радостью совершить служение мое, совершить поприще мое и служение мое. Поприще это ходьба, движение. Только бы с радостью совершать то, к чему я призван. Только бы с радостью служить. Только бы с радостью сделать то, к чему Бог меня призвал. На что Бог меня ориентировал. Служение. Апостол Павел дает большой акцент. Служение с радостью. Я иногда на некоторых людей смотрю, идет служить. Куда пошел? На служение. Что случилось? Устал. Апостол Павел говорит, только бы с радостью ходить перед Богом и совершать служение. Это важный момент с радостью. Некоторые жертвуют такое ощущение, что хочется вытащить обратно из ведра. Дай, забери, друг. С радостью. Лучше с радостью дать рубль, чем десятку дать, извините меня, с таким раздражением. С радостью. Бог ожидает радости. Что в Писании сказано? Всегда. За все. Непрестанно. Какие вы грамотные, вы мне так нравитесь. Это состояние радости. Жизнь с радостью. Жизнь с радостью. Это состояние перед Богом. Состояние позиции перед Богом. Я служу и совершаю служение с радостью. Я ходьбу свое, движение, бег свое, поприще это бег, совершаю с радостью. С радостью хочу, хожу перед Богом. С радостью присоединяюсь к минусу. Для многих они присоединились к плюсу, но все еще думают, ну что будет, что будет. Знаете, что происходит, когда ты пытаешься, так, знаешь, вроде отдел или не отдел, вот так, знаешь, вот так, что происходить начнет? Что там начнет бегать? Искра начнет бегать, и замыкание будет, и дым пойдет. Не пытайся присоединиться, просто присоединяйся, хватай, бамс, нужно резко это сделать. Мне тут показывают механики, как это делать, да, все. Да, искра может быть, но если ты не уверенна, ты не уверенна пытаешься, всегда будет страх, но вдруг что-то случится, ничего не случится, Бог с тобою, Его сила не навредит, во имя Иисуса Христа. Апостол говорит, я иду в Иерусалим, и он знает, что там будут проблемы, но он говорит, представляете, ты знаешь, что у тебя будут проблемы, но ты знаешь, что Бог хочет, чтобы ты был там. И у тебя не в твоих планах, чтобы оказаться там, чтобы быть проблемы, но Бог призывает тебя, и Он говорит, я хочу с радостью пройти мой путь. Я знаю, у меня проблемы там ждут, я знаю, что будет очень плохо, но я хочу пойти совершить мое служение. У каждого человека в теле Христа есть служение. Давайте откроем другое место и посмотрим, что написано там. Откровение, пожалуйста, откройте вместе со мною. Здесь написано, последняя книга в Библии, здесь написано интересные, очень интересные слова, которые, я думаю, что они коснутся многих из нас. И здесь про Фиатирскую церковь. Вторая глава, 18 стих, дорогие телезрители, если вы еще не знаете, где Фиатирская церковь находится. Ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого глаза, как пламень огненный, и ноги подобны отборному серебру. Это чистейшее серебро. И дальше он говорит о проблеме, которая там есть. Там у него появилась женщина, пророчица Изавель, которая призывает всех делать блуд и есть идоложертвенное. И дальше он разбирается с этим. Но мне понравилась первая часть. Он говорит, я знаю пять вещей, которые есть у тебя. Бог говорит, я знаю, знаю первое, что ты должен сделать. Я знаю дела твои. Вообще, вы знаете, Бог смотрит, Иисус говорит, я смотрю на церковь и на то, что она делает. В церкви должны быть дела. Давайте скажем дела. Иисус, у которого пламенный взгляд. И он говорит, я знаю, я знаю твои дела. Я попрошу, пожалуйста, Иван, подойди сюда. Мне нужна будет помощь. Я думаю, что все начинается с дел в церкви. Если церковь ничего не делает, вы знаете, ничего происходить не будет. Когда появляются дела, он говорит, знаю, любовь твою. Сергей, можно вас позвать сюда? Любовь. Сразу же дела, за ними следует любовь. Дальше. Он говорит, знаю, служение твое. Ну, кого мне использовать? Роман, можно вас? Служение. Вот это ключевое слово. Служение. Можно вас использовать, молодой человек. Знаю веру твою. Можно вас использовать, молодой человек. И терпение твое. Пять. Пять важных вещей составные. Иисус говорит, я знаю пять вещей, которые ты делаешь. У каждой церкви, в каждой жизни должно быть пять вещей. Иисус говорит, я их знаю. Он изучает это. Он смотрит на то, что мы делаем. Все начинается с дел. Первое. Дела. Любовь. Служение. Вера. Терпение. Если остановиться на терпении, знаете, что такое терпение? Я посмотрел в греческом оригинале, и такое интересное слово. Упомох. Вот как-то звучит странно. Но скажу, что это слово означает. Выдержка. Стойкость. Постоянство. Перенесение трудностей. Выносливость. Терпение. Вот столько у этого слова значений. То есть любое из этих слов можно было перевести. Терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение. Другими словами, ты продолжаешь делать то, что ты делаешь, чем ты служишь, чем ты любишь. Это продолжающаяся вещь. Это нормально, это хорошее состояние. Кто-то говорит, что делать, когда кончается терпение? Типичный ответ. Включай долготерпение. Терпение – это процесс продолжения. Терпение относится ко времени. Длинному времени. Постоянство. Продолжение. Мы продолжаем, мы продолжаем, мы продолжаем. Мы стойкие, мы убежденные, мы выдержанные, мы постоянные, мы переносим трудности. Хорошее слово – терпение. У многих людей есть все. Первое, второе, третье, четвертое. Нет терпения. И когда они прошли первый цикл, и тогда они подошли и говорят, все, я устал, больше не могу. Ему говорят, давай начнем сначала. Не могу. Терпение замыкает. Когда после этого он говорит, а теперь будем делать. Вера, он нам последняя. Вера, без чего мертва? А если у тебя нет, то чего нет у тебя? То ты медь звеняющая. Это правда? Знаете, вот это как бы зацикленный круг, который должен быть в каждой церкви. Должны быть дела. Церковь должна что-то делать. Какие-то вещи должны происходить. Какие-то проекты должны рождаться. Когда включаются дела, никогда не забывай, что дела, за ними всегда с ними идет любовь. Я помню, как один пастор, они организовали конференцию. И когда была конференция, знаете, он так готовился, чтобы все было хорошо. И знаете, что он начал? Он начал орать на людей, которые готовятся, которые что-то не успевали. Ну что, я уже встал? Он сказал, Боже, Господи, я уже не могу вас терпеть. Ну вы что, когда... И он фактически лаял на них. И он думал, что он делает дело Божие. Но вы знаете, за делами всегда идет... Кому нужна твоя конференция, если там нет... Любовь является наполнением всего. Дела, но любовь больше. Любовь-то больше всего. Слово дела в греческом оригинале стоит слово... Иргон. Вот так, по-моему. Это не трудно за греческого читать, понимаете, так трудно. Но это обозначает действие, дело, труд, работа, занятие, деятельность, произведение, изделие, творение. Господь говорит, знаю, и вот это слово, которое можно понять, как творение, изделие, работа, произведение, деятельность, занятие, работа, труд, действие, дело. Знаю дела твои. Другими словами, знаю твою активность. Это хорошо, когда верующие являются активными людьми. Скажем на это аминь. Ты не можешь делать дело, если ты не активный. Активность, активность, активность. Знаю дела твои. За делами сразу же, как плечо к плечу, стоит слово АГП. Любовь. Любовь, которая не требует расплаты. Как перевести слово АГП? Любовь безвозмездная. Любовь, которая отдает и не требует, чтобы обратно что-то получить. Это как дочь, которая приходит и не уходит. Это односторонняя отдача. Бог отдает одностороннее. Он посылает свою любовь. Любовь к человеку. Также и здесь церковь посылает свою любовь к людям. После любви включается слово служение. Я хочу, чтобы вы сейчас кто записывает, запишите. Служение, греческое слово, читается так. Диакони. Как дьякон. Диакони. От этого слова дьякон произошло. Служитель. Это слово можно перевести как? Служба, поручение, обязанность, вспоможение, благотворительность. Подсобить, обслужить. Прислуживание за столом, угощение. Знаю твое служение. Прислуживать. Иметь поручение. Сделать какие-то благотворительность. Обслуживать за столом и так далее. Служение твое. За служением следует вера. И вера переводится как уверенность, доверие, убежденность, удостоверение. Смотрите, как комплексно. Господь в одном стихе показал, что Он ожидает от церкви. Дела. Обязательно должны быть дела сделаны. Без дел в церковь ничего. Если в церкви кончаются дела. Я видел такие церкви, в которых кончаются дела. И у них остается только любовь. Они превращаются как в мыльный пузырь. Такой. Аллилуйя. Мы всех любим. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог тебя любит. И приходят голодные и говорят. Мы кушать хотим. Бог тебя любит. Давай помолимся за него. За него молятся. Он говорит, как-то сытость не пришла. Как-то мне не весело. Что-то кушать все равно хочется. И они говорят, мы будем тебе служить. Дела-то нету. А как служить? И они просто начинают его гладить. Говорят, будь благословен. Все будет хорошо. Не переживай. Бог в курсе. Аллилуйя. Все будет хорошо. Но друг мой, ему-то кушать хочется. А мы его любим. И верим, что Бог ему поможет. Мы даже терпеть готовы. Потому что мы его любим. Потому что мы ему служим. Как мы ему служим? Гладим, вот так гладим, гладим. Потому что мы верим, что Бог поможет. И мы снова готовы терпеть его. И он говорит, ну вот сколько вы уже делаете со мной и все. А что-то кушать-то все равно хочется. И тут включаются дела. Вот они. Это материализация Божьей любви. Дела. Как Божья любовь становится явной? Через то, что мы делаем какие-то дела. Мы делаем что-то для человека. Реального человека. Богу не нужно здание. Вы знаете, что Богу здания не нужны? Он написан. Бог не живет в зданиях, которые люди сделали. Бог живет в сердцах людей. Как вы думаете, для кого это здание мы делаем? Чтобы Богу потеплее зимой было, а летом прохладнее? Господь зайдет с алматинской жиры и скажет, ой, кондиционеры поставили, молодцы. Нет. Это мы делаем для людей. Для чего мы проводим бизнес-конференции? Для чего? Отгадать. Для чего мы голодных кормим? Чтобы Бог сытым был? Для людей. Для людей. Для людей. Для людей. Вот это и есть соединение с минусом. Оно соединяется через служение, через постоянство. Конечно, нужно иметь веру. Нужно иметь веру в Бога. Упование. Уверенность. Что Бог обеспечит. Потому что те люди, которые делают дела, у них постоянно не хватает. И ресурсов. И финансов. Потому что любое дело требует чего-то. Людских ресурсов не хватает. Знаете, как весело? Когда скажешь, давайте будем молиться за ваше исцеление, полный зал придет. Когда скажешь, давайте пойдем кормить голодных, придет наша мать Тереза и еще три бабушки. Скажешь, будем молиться, чтобы ты миллионером стал, мы зальем на тебя любовь. В виде благословения, помазания придет много людей. Когда скажешь, пойдемте евангелизировать в деревню какую-нибудь, Крюков придет, еще парочку сотрудников. Вы понимаете, дела-то они, их нужно делать, их нужно включать ресурсы, нужно ехать куда-то в автобусе, кому-то проповедовать, что-то организовывать, листовки раздавать. Любить легко, я люблю вас. Ну хорошо, вот у меня вот тут болит, давай. Знаете, оно становится материальным, дела материальные. Дела, любовь, служение, вера, постоянство. Вот к этому сейчас нас призывает Господь, призывает в протяжении всех лет. Он призывает церковь, я знаю, это была хорошая церковь, была одна проблема, это была пророчица Изавель, которая глупости говорила. Но в цели Христовом, в цели Христовом, эти пять вещей, они не отменяются, их невозможно отменить, невозможно спрятать. Когда что-то убирается, так скажем, убираем любовь, в сторону отойди, и у нас остаются дела. И тогда получается, мы заработаемся, мы делаем, 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 делаем. Мы даже не думаем, зачем мы это делаем, потому что любовь это соединение с Богом, это агапы. Мы зарабатываем все, мы все обслуживаем, делаем, вперед, нам нужно это сделать, нам нужно это сделать, нам нужно это сделать. Без любви плохо. Если мы делаем дела, но нет служения, и остается у нас только дела и вера, вера, вера без дела мертва, вера без дела мертва, делаем снова, вера без дела мертва, то получается, что дух уходит. потому что дух божий это дух служения это любовь божия нельзя соединить это все перемешано между собою ты не можешь какую-то одну часть взять есть движение веры которые говорят мы просто верим мы берем не вот эти в сторону мы ничего делать не будем мы верим и терпим халилуйя мы терпим людей мы верим в бога бог нам даст все я стою в вере аллилуйя но друг а дела о служении а любовь что у тебя там ты про это это нормально этим мы будем заниматься на небесах нет бог будет взвешивать тебя твой вес вот по всему этому комплексу если у тебя любовь если служение если вера если дела если у тебя терпение он ожидает у нас этого я снова и снова себя спрашиваю максим как ты показываешь любовь божью ее возможно показать только через одну вещь через дела нет дел как можно узнать что ты любишь человека и просто говоришь знаете что иисус не ходил по улице не говорил люди я иисус христос я вас люблю аллилуйя найдите это в библии где он ходит и говорит людям народ я вас люблю будьте благословенны аллилуйя значит он делал он кормил толпу людей он рыбакам помогал заработать деньги еще раз иисус помогал рыбакам зарабатывать деньги он все водку к одному злому рыбаку противному волосатому редкозубому он ему сказал братан займемся бизнесом петр сказал я уже был на бизнес семинарах не лезь мою жизнь маркетинг не сработает реклама не сработала в этом озере невозможно сделать бизнес в нашей стране бизнес нельзя делать давай попробуем еще раз у тебя сети есть есть сети закидывай сети петр повернулся закиньте одну сеть ради христа халлилуйя оттуда вот выражение ради христа появилась попросил надо сделать он тоже проповедник решил бизнесменом прикинулся сейчас учить меня будет давай давай закину одну сеточку и вдруг обнаружил массу рыбы так что он наполнил свою лодку что натонуть начала а потом другая проблема они подозвали другие лодки представьте петр держит сетку вот так там сеть натянул вот так держит и рыба там воде еще это еще не его подплывать другие лодки и что у вас тут он говорит рыба вы должны понять петр еврей они говорят ему тебе помощь нужна а у него полный ролл и лодка рыба уже тонуть начинает не знаю что наверное нужно а что вы хотели они как ну можно взять твою рыбу он говорит хорошо но это моя рыба ангар если твоя рыба тогда складывай свою лодку многие бизнесмены бог благословляет он свою лодку же она уже тонет а он все набирает и набирает и он говорит а сколько вы мне отдадите они говорят да а сколько ты сможешь увезти на берег если ты не можешь увезти так дай нам дай благословиться нет 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 давайте так 50 процентов вам 50 процентов мне за то что я дал вам право взять мою рыбу они так сам возьми свою рыбу или сейчас она обратно уплывет и здесь же христос смотрит на него как петр иисус в ту сторону сядь я сейчас здесь деловой разговор не мешай пожалуйста не лезь не в свое дело ты меня благословил спасибо теперь бизнес я буду переговоры вести аллилуйя и у петра было сложное время потому что никто не согласится на халяву просто возить чужую рыбу правда и петру очень нужно я привезли на вере и там начинается дискуссия я не знаю библия не оставил нам историю под каким процентом они согласились привести но первое что я спрошу петра когда встречу сколько ты заплатил другим рыбакам я очень буду уважать петра если он скажет я просто им отдал эту рыбу но есть странное чувство петр еще не был таким активным служителем он еще рыбаком был поэтому есть чувство что он им небольшой частью заделился с рыбой дела иисус ходил по земле и он творил дела он творил дела дела любви любовь не в словах любовь в делах любовь не в эмоциях любовь не любовь не в переживаниях служение не просто в каком-то духовном состоянии служение конкретных делах скажем мы на это аминь и так пять вещей которые должны быть церкви это 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 и пять вещей пожалуйста соберите братья с большое спасибо дайте аплодисменты им заканчивая заканчивая собранием я хочу прочитать вместо из библии пожалуйста 1 петра 2 глава я буду читать с девятого стиха но вы народ род избранный вы царственное священство народ святой люди взятые в удел взятые в удел божий удел в царство божие вы взятые удел зачем мы все взятые в удел зачем бог избрал зачем вам сделать царственным священством чтобы возвещать совершенство призвашу вас из тьмы чудный свой свет никогда не народ а ныне народ никогда не помилованы а ныне помилованы бог избрал вас чтобы быть возвещателями его совершенств возвещателями его благословений бог дает нам благословением я для себя изобрел формулу если ты хочешь обладать большим ты должен больше отдавать это закон до тех пор пока ты не опустошишь свое сердце для господа бог не может наполнить его снова до тех пор пока ты не сделаешь первый шаг ты не сможешь получить 2 но это как фермер который весною когда знаете весной самое трудное время когда у тебя на исходе все твои запасы и когда у тебя на исходе все запасы ты хочешь наполнение но весной приходит опустошение посей семя который сохранил самое лучшее семя опустошение служение отдай и тогда осенью ты пожнешь урожай бог наполнит тебя также и в духовном плане отдай ты хочешь переживать любовь на своей жизни я не чувствую любви божией я говорю друг ту любовь которую бог однажды дал тебе ты оставил в своем сосуде и не вылил ни на кого и поэтому она у тебя протухла там появились водоросли лягушки стали плавать и ты уже не чувствую любви она раньше была такая свежая и прохладная она так так было приятно а теперь там лягушки конечно помой свой сосуд опустоши наполнить от господа невозможно наполнить полный полный сосуд его нужно опустошить ты не чувствуешь любви ты не чувствуешь дружелюбие опустоши подарить другим любовь подарить другим дружелюбие подарить другим счастье подарить другим благословение и тогда ты получишь перезарядку ты получишь снова силу снова возможности снова получишь благодать с неба опустоши себя ради господа ради других людей и бог даст наполнение этот закон действует с древних времен если не отдашь не пожнешь если не посеешь не пожнешь хочешь переживать славу божью отдай славу божью хочешь как один человек светский человек написал горит вы хотите чтобы вас цитировали цитируйте других людей вы хотите чтобы вас говорили говорить о других людях вы хотите чтобы вас помнили помните других людей вы хотите чтобы вас заботились заботьтесь о других людях опустошай себя то что ты хоть том чем ты нуждаешься отдай это максимально много ты нуждаешься чтобы тебе заботились когда ты болеешь. Заботься о тех, кто болеет. Ты желаешь, чтобы за тебя ходили люди и молились за твое исцеление? Молись за исцеление других людей. Ты желаешь получать мудрость от мудрых? Тогда дай мудрость тем, которые нуждаются в ней. Отдай ту мудрость, которую имеешь. Это закон. Ты не можешь получить до тех пор, пока не отдашь. Чтобы получить, многие тянутся. Дай, Господи. Но здесь нужно отдать, чтобы получить. Это принцип Божий. Не отдавая, не получаешь. Я не говорю о пожертвовании только. Я говорю о твоей жизни. Служить, значит отдавать. В чем я нуждаюсь? Подумай, что же тебе нужно? Что же тебе нужно? Что ты хочешь, чтобы было произошло в твоей жизни? Отдай это из своей жизни. Может быть, это парадоксально звучит? Как странно звучит. Я хочу, чтобы у меня было много пшеницы. И знаете, что весной я должен сделать? Отдать ее. Отдать земле. И кто-то скажет, что ты натворил. Ты же всю жизнь мечтал, чтобы у тебя было много пшеницы. Какой ты безумец? Ты похоронил свою пшеницу. Похорони то, что ты хочешь получить. И ты закопал сам лично. И еще, чтобы сгнило быстрее, палил ее. И охраняешь эту могилку потом все лето. Но потом ты ждешь урожай. Так же в финансах. Так же в друзьях. Когда ты говоришь, я не хочу ни с кем дружить. Я не хочу, я хочу, чтобы со мной дружили вот эти помазанники. Я, так сказать, там буду среди них. Но, друг мой, если ты не отдашь дружбу, ты не получишь дружбу. Если ты не отдашь понимания, тебя никто не будет понимать. Если ты не отдашь счастья, тебе не придет счастье. Если ты не отдашь слово ободрения, иногда сидишь, нуждаешься, что кто-то сказал тебе. Но, друг мой, отдай кому-нибудь ободрение. Я был с одним пастором. Мы общались с ним, сидели, он пригласил меня в ресторан. И он стал говорить про всех других пасторов. Он говорил, 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 говорил много слов, много всяких нехороших вещей. Ну, не то, что там совсем нехороших. Ну, так, знаешь, под сомнение стал. Да, это тот, а это там ерунда, а это, а это. А он. Я сижу, его слушаю, и потом он мне говорит, знаешь, говорит, почему, говорит, меня не принимают? Почему, говорит, со мной, я протягиваю руку общения, а мне никто, а мне бьют по этой руке? Я говорю, знаешь что, я с тобой сижу уже полчаса, и полчаса ты ни одного доброго слова ни про кого не сказал. ни про кого. Я говорю, как же ты ожидаешь, что кто-то скажет о тебе хорошее слово? Как ты можешь ждать в жизни, что кто-то, кто-то протянет тебе руку общения, если ты никому не протягиваешь руку общения? Как ты можешь ожидать, когда ты не отдаешь? Я думаю, что он задумался над этими словами. Я говорю, можешь ли ты о ком-то сказать что-то хорошее? И он думал, он не мог ни о ком ничего хорошего сказать, потому что все его сознание было пропитано обидой, гневом. Он про всех хотел сказать, какие они, потому что они руку не протягивали. Он говорит, ну мне руки отбили. Я говорю, может быть, ты кому-то однажды отбивал руки? Когда ты пришел и говорит пастор, ты говоришь, иди отсюда. И когда ты пришел к кому-то, говоришь, друг, а он говорит, иди отсюда. Ты получаешь то, чем ты являешься во имя Иисуса Христа. Амин. У каждого из нас есть недостатки. Кому-то нужны финансы, кому-то нужно жилье. Вы знаете, хороший принцип, если тебе нужно жилье, помоги тому, у кого его нет. Может быть, странно звучит, но может быть, твой друг строит дом. Приди, помоги ему построить дом. Это будет хорошее движение к твоему дому. Ты желаешь, чтобы тебя благословляли, и кто-нибудь подошел к тебе и сказал, вот хочу благословить. А благослови кого-то тогда сам, начни с этого. Это принцип, принцип царства Божьего. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди, или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики, люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синал, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синал это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СИНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СИНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. СИНЛ СИНЛ